Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Хотела сегодня уже после описания такого многочисленного, много сортов, сегодня я писала сердцевидный, любимый праздник, потом король гигантов, медовый салют, загадка природы. Короче, сегодня уделила вам очень много времени, хотела уже все выключать и идти собирать заказы, но решила еще сделать вот такое небольшое лирическое отступление. Я без этого не могу, я такой человек, я одновременно и практичный, но и сентиментальный, романтичный. И вот сегодня мне пришел один комментарий на канал YouTube, и пришло письмо от женщины, которая получила заказ. Я хочу совместить, ну это одна и та же тема почти что, я хочу совместить и поговорить с вами вот именно лирическое отступление. Это видео не для тех, кто хочет четкую лакомичную информацию, это для тех огородников, для которых действительно огород – это что-то большее, чем выращивание еды для стола. Мы все знаем, что мы собрались, вот, например, на моем канале собрались люди, практически почти все, для которых выращивание томатов, выращивание вообще других овощей – это вот такая тема, которая занимает такую большую часть в их жизни. Не буду я объяснять долго. Вот вчера пришло письмо, я вам потом его зачитаю, а сегодня я открыла комментарий, как обычно, кому даю ответы, кому просто ставлю отметку, что я читала, прочла. Алена Воловик написала. И сейчас и посмеемся, и поплачем. Читала письмо, вчера плакала, сегодня смеялась. Пишет. Не могу не написать, прекрасно выглядите. Такое чувство, что помимо томатов и перцев, где-то потихоньку и молодильные яблочки выращиваете. И эта тема, кстати, очень важная, потому что, знаете почему? Потому что я закончила свою официальную работу, деятельность, в 50 лет, почти 10 лет назад. И думаете, почему? За 5 лет до выхода на пенсию. Ну как, за 5 лет до получения официальной пенсии я закончила работать по состоянию здоровья. Потому что у меня до того был расшатанный, разбитый организм. Ну, во-первых, и спина, и вот эти органы дыхания, это из-за астмы, из-за спины, из-за щитовидки. Короче, было состояние такое, что я думала тоже, что, наверное, буду лежать и спокойно доживать, ждать своего срока. Но когда я, ну огородом-то я занималась же всегда, раз время много свободного появилось, я всё стала чаще туда, чаще наведываться, всё дольше стала там задерживаться. И каким-то чудесным образом вдруг начало всё восстанавливаться, и начало всё приходить в норму, и вставать на свои места. И если вот сейчас, по прошествии 10 лет, я уже почти 10 лет, ну, как не на пенсии, а как не работаю официально, по прошествии этих 10 лет я могу сказать, что если предыдущие десятилетия работы, именно общения с людьми, у меня была работа с людьми, до того разбалансировали весь мой организм, привели в такое состояние, что я вообще думала, что я даже больше из дома-то не буду выходить, то последние 10 лет работы с огородом всё это восстановили, всё это как-то компенсировали, всё это пришло в гармонию. И как раз вот пришло письмо от женщины, я не могу его не прочитать, я вчера прочитала, как это созвучно, во-первых, и с моей жизнью, и с моей ситуацией. И в конце хочу пожелать всем огородникам, вот сейчас у меня, я называю их начинающие огородники, новички, все они новички мои 60-летние, там 58-летние, то есть те люди, которые вышли на пенсию, и огород для них как соломинка, как вот этот спасательный круг, мы вцепляемся в этот огород, потому что больше, в принципе, работа закончилась, дети выросли, и иногда больше оглянешься, и уцепиться, ухватиться-то не за что, начинаются вот эти болезни, неприятности. Вот когда сейчас переступаем 60-летний рубеж, там ещё страшнее, даже не хочется думать о том, что будет через 10, через 20 лет. Сейчас я прочитаю письмо, и для всех моих новичков, начинающих, 60-летних, оно будет прям как это. Вот она выписала семена у меня, и пишет просто ответ, ей не надо там ни телефон, ни каких-то информации, она просто пишет ответ, ну как в знак благодарности, и хочет рассказать о своей жизни. Я не буду, конечно, эстетических соображений ни населённого пункта, ни имени, фамилии называть, но таких очень много. Вот мы все такие. Пишет Ольга Павловна, здравствуйте. Хочу ещё раз поблагодарить вас за ваш труд, внимание и заботу о людях. Получила извещение на ваше письмо 16 ноября, вам написала 23 октября, даже не ожидала, что так быстро придут семена. Но это она поздно заявку подала, у неё получился срок ожидания совсем маленький. Всю ночь ворочалась, спала плохо, в воскресенье на почте выходной, в понедельник у нас был сильный буран, белого света не видно, кое-как откопалась, лезла через сугробы, но дошла до почты. Я вот читаю, я когда сама выписываю семена, то же самое, мы же ждём их, мы надеемся на какое-то, на чудо, как будто семена это какие-то чудесные, золотые семечки. Так. До почты, чтобы получить письмо. Муж меня отругал, потом говорит, в хорошую погоду сходишь, а тут попёрлась. Пришла, все пакетики разложила на столе, поздоровалась, сказала, добро пожаловать на нашу усадьбу. Вот пишет, тут у нас свой дом, короче, огород маленький, 3-4 сотки, остальное там, куры, поросята, есть кролики. Сейчас только для души, внуки возятся с утятами, с цыплятами. И две теплицы, одна деревянная давнишняя из старых рам, ну точно как у меня же, она мне как-то роднее, и одна поликарбонатовая, мне до сентября помидоры, а потом там цыплята и утята живут. Тут она пишет, напала белокрылка, мы избавились, всё. В прошлом году перенесла инфаркт, операция на сердце, мне 60 лет. Вот это как раз те наши ровесники. Сын грозился разобрать все теплицы, а муж говорит, как же, сынок, мама жить будет без огорода, она же всю зиму с пакетиками возится, разговаривает с помидорами. И она пишет, даже когда рассада на окне, ночью встаю, подхожу и смотрю, не холодно ли им. А теперь, пока все ваши сорта испытаю, так что болеть нам некогда. И вот это вот тот лейтмотив, то направление, что действительно, для чего, некоторым нам и не нужно столько томатов, конечно, не нужно. И вот такая же ситуация у меня. Я всегда думаю, я пока всё это перепробую, я не сдамся, я буду... И болеть-то нам некогда. И вот это чудесное превращение, я правда, мне многие пишут, кто смотрит даже видео трёхлетней давности, даже три года назад, все замечают, что я выглядела намного хуже. Я, во-первых, сейчас стала более подвижней, почему-то мне стало лучше, у меня всю жизнь болела спина, пока не тревожит. И чем больше я работаю в огороде, казалось бы, тяжелее. Некоторые, которые не понимают, пишут, закрывайте свою лавочку, ложитесь, отдыхайте, вам уже столько лет, да что ж вы убиваетесь, вы все деньги не заработаете. Но многие не понимают, что проблема-то не только в деньгах, а дело в том, что пока человек чувствует себя нужным, чувствует себя способным, чувствует вот эту занятость, и действительно, и болеть некогда. Люди пишут и после инфаркта, и после инсульта, быстрее восстанавливаются. Вот это общение с растениями, оно даёт какой-то потрясающий, чудесный эффект. Конечно, молодым нас не понять, кому 30, кому 40, даже кому под 50, это ещё их не касается. Но когда люди доживают до 60 лет, до 65, и есть 70-летние даже новички, которые раньше не занимались сагогродом, сегодня одна женщина пишет, караул, мне 61 год, я ничего не знаю. Я говорю, ну какие ваши годы? Кто-то думает, что после 40 жизнь только начинается, а я сейчас уверена, что после 60 начинается прекрасная, такая, и возможно даже здоровая жизнь, полноценная, когда ты можешь работать с утра до вечера по 12, по 13 часов, не чувствовать усталости, и восстанавливаешься. Это всё, конечно, похоже, ну может быть кто-то подумает, как сказать, обвинит меня во лжи. Это действительно похоже на неправду, но это правда. Я испытала всё это на себе, и вот из той больной, полуразвалившейся, 50-летней женщины, я уже превращаюсь в такую весёлую, активную 60-летнюю старушку, которая собирается ещё 20 лет работать в огороде. И вот это вот, то, что она написала, что пока я не перепробую все ваши семена, мне болеть-то некогда. Давайте примем это за наш лозунг. У нас сортов сейчас очень-очень много, посмотрите, сколько я нынче накупила, у меня уже план запланирован на следующие 15 лет, планы запланированы, а план выполнять нужно. Значит, будем ещё 15-20 лет работать в огороде. Чего и вам всем желаю, мои 60-летние новички, начинающие огородники, 70-летние. Начинаем весной, все снова в первый класс в огородную азбуку. До свидания. Желаю всем здоровья. Забываем про инфаркт, забываем про инсульты. Я уже чуть ли не забыла даже про свою 20-летнюю астму, от которой вообще чуть ли не умирала 10 лет назад. Всё прекрасно. Продолжение следует...